Мне выпала честь сегодня проводить вебинар, делиться своими впечатлениями, знаниями о софт-маркетинге, о компании Dualife. Итак, финансовые возможности компании Dualife, что же нам дает этот софт-маркетинг, чем он отличается от обычной компании. Кто-то любит цифры, если кто-то любит поковыряться в маркетинг-плане, пригласите человека, который вас сюда позвал или соединитесь с тем, кто хорошо разбирается в цифрах. А здесь мы посмотрим, что же такое софт-маркетинг, чем он отличается от того, что мы имеем на данный момент на рынке и чем он интересен для наших кандидатов. Понятно, что есть такие вещи, реализуешь ли ты свои мечты, мы уже об этом немножко говорили, я немного слайды здесь пролистаю и, наверное, дойду вот до этого слайда. Мне нравится софт-маркетинг, это мое понимание, что софт-маркетинг совместил в себе самые такие крутые вещи с разных видов деятельности. Что-то с франшизы, что-то с сетевого бизнеса, что-то с классического бизнеса, с корпорацией, с контрактами. То есть у них возникла такая идея из этого всего взять самые сливки, самые классные вещи и сделать такой прорыв, как софт-маркетинг. Это три таких столпа, три кита, на которых базируется компания. И это не просто слова. Я еще раз вам об этом, я еще раз повторюсь, потому что каждым разом я в этом все больше и больше убеждаюсь. А еще у меня была такая возможность проводить встречи лично с Дитмаром или Александром Козулиным, когда мы были в Днепропетровске, они к нам приезжали, и потом мы ездили в Харьков. И вот знаете, каждый раз, когда я слушала Александра, я все больше и больше вникала в сам софт-маркетинг. То есть я все больше и больше в нем разбиралась. Здоровье здесь на первом месте, и мы об этом тоже в первой части говорили, что без здоровья ничего, собственно говоря, дальше тебя не радует. Личное развитие – это то, что компания нам доказала, то, что было нам очень интересно, и мы были очень с Сергеем удивлены, потому что этому уделяется очень большое внимание. И это не просто на словах, потому что, опять же, учитывая наш опыт, мы знаем, что многие компании занимаются все-таки образованием своих партнеров, но это все на уровне, скажем, тоже нужном, когда лидеры делятся своими опытом. Пришел человек, например, без высшего образования, достиг успеха в сетевом бизнесе, может выйти на сцену, и неважно, как он говорит, складно, не складно, с ошибками или без, но он делится своими знаниями. Кто-то его воспринимает, кто-то нет, кто-то сидит, например, с тремя высшими образованиями и не понимает вообще, как это у него получилось. Ну, то есть, каждому свое, то есть, есть такое образование. Когда мы с Сергеем нас пригласили, Александр Козулин нас позвал, когда мы разбирались с компанией в Польшу, мы приехали на трехдневное событие, и мы немножко были удивлены, и я вам скажу в хорошую сторону, потому что после Польши мы приехали и приняли четкое решение, что мы будем развивать бизнес в компании Dual Life, потому что это был тренинг, на который мы приехали. Мы думали, что он будет такой, как, собственно говоря, у многих других компаний, но оказалось все абсолютно не так. Эти вещи проводят, я об этом немножко дальше расскажу, такие тренинги проводят люди, которые профессионалы в своем деле, это настоящие коучи, тренеры, которые, тренинг которых стоит достаточно больших денег, и они делятся своими знаниями, учат партнеров компании Dual Life, членов клуба компании Dual Life, чтобы мы, собственно говоря, росли, наверное, в первую очередь вот здесь. Потому что неважно, каким видом деятельности вы занимаетесь, если вы развиваетесь вот здесь, то, соответственно, вы развиваетесь в любом виде деятельности. Скажите, пожалуйста, вот мне кто есть в чате, напишите, пожалуйста, кто, вот последние какие-нибудь цифры за какой-то тренинг, который там проходил, не знаю, в каком-то из городов, меня приглашали на один тренинг, который стоит 300 долларов. Это был один день даже неполноценного обучения. То есть, как, по вашему мнению, сколько стоят сейчас тренинги? По личному развитию, для тренинга, например, ораторского искусства и так далее. Если есть варианты, напишите, пожалуйста, в чате. Буду вам благодарна. Пока вы пишете, я переключу чуть дальше. Или вы пока не знаете расценок, поэтому ничего не пишете. Профитренинги обычно стоят достаточно дорого, это услуга недешевая, и зачастую это вложение самого себя, и это, наверное, самое правильное вложение, которое вы можете сделать, вкладывать деньги в свое образование. И в компании Dualife есть несколько, так скажем, условий участия. Вы можете быть членом клуба, вы можете быть обычным потребителем, и вы можете развивать это как бизнес, имея уже готовую бизнес-модель, можно сказать, практически как франшизу. У вас на это есть свои привилегии. Если вы становитесь членом клуба, у вас есть своя особая цена, вот вы, в принципе, видите, да, какая может быть наценка, прибыль, то есть какие мы продукты, по какой цене покупаем, и что мы, собственно говоря, с этого имеем. Есть вот такие виды стартов. Сейчас я вам вот так покажу, наверное, полную картинку. И здесь в зависимости от того, чего хочет, собственно говоря, человек, мы можем ему предложить любой вариант старта, если он просто клиент, он выбирает пакет самый первый и пробует продукцию, пьет, когда хочет и сколько хочет. У нас нет никаких обязательных закупок, что человек обязан что-то выкупать каждый месяц, нет. Ну и, конечно же, есть бизнес-пакеты, где можно выбрать более, ну скажем, больше ассортимент для того, чтобы попробовать те или иные продукты. Ну и есть, конечно, для более амбициозных людей, которые готовы, скажем, вложить чуть, вкладывать чуть больше, чтобы попробовать продукты. Например, это люди-предприниматели, которые имеют какие-то свои, например, или магазины, или неважно что. В эти пакеты, вот эти два, входят еще дополнительно билеты на мероприятия, которые вы можете тоже использовать, продать и так далее. То есть о стартах этой компании, о стартовых пакетах вы можете поговорить с теми людьми, которые вас сюда пригласили. И, собственно говоря, если мы делаем активность на протяжении трех месяцев одинаковую дату, у нас есть такие на четвертый месяц подарки, призы, бонусы от компании. И вы видите, что это может быть два набора день и ночь, это может быть еще один набор день и ночь, и для Украины еще сделали такую активность, за которую вы получаете какой-то продукт из серии medical, капсулированная серия. Можно даже посчитать, то есть когда вы получили этот день и ночь, вы имеете сразу же выгоду, можете продать его, можете сами себе выпить, то есть он практически бесплатно вам приходит. Ну и одна из целей, одна из целей нашего прихода в эту компанию, это не молчать, а рассказывать о этом бизнесе и об этих продуктах в массы. И делиться этим информацией, и как мне понравилось на мероприятии Григорий Баширов сказал, что вы же не хотите купить себе эти продукты и молча сидеть и никому об этом ничего не говорить, пить, радоваться, быть довольным, становиться более здоровее, здоровее, никому об этом не рассказывать. Понятное дело, что мы делимся, мы рекомендуем, и мы делимся своими эмоциями, своими наблюдениями, что у нас происходит в нашем организме, какие изменения чувствуем мы. И, конечно же, когда мы с Сергеем принимали решение, то в первую очередь мы попробовали этот продукт сами, и потом уже рассказывали о своих ощущениях и убедились в качестве этого продукта сами. Здесь есть очень интересная вещь, то, что отличает тоже и от некоторых маркетинг-планов, что у нас здесь есть такая штука, как бонус, единоразовый бонус за привлечение нового партнера. И это достаточно приятно. Сейчас я включу, наверное, вот этот слайд, где все эти бонусы видны. Сейчас, секунду. В зависимости от того, какой пакет выбирает ваш кандидат, когда он заходит в компанию Dualife, становится феном клуба компании Dualife, вы получаете единоразовый бонус. И увидите, он от 12 долларов и до 100. Это очень интересный такой дополнительный, так скажем, бонус. Соответственно, дальше вы получаете еще 5% с оборота этого пакета. То есть, если человек зашел на определенную сумму, вы еще помимо этого единоразового бонуса получаете 5% с его оборота. Я сейчас вот здесь, опять же, пролистаю немножко слайды вниз. Вы видите там доходы, которые у вас получаются, прибыли с этими единоразовыми бонусами и всем остальным, когда ваша структура все больше и больше становится. И вот эти 5% это и является пассивный доход наш. И по карьерной лестнице я сейчас вам расскажу, что это за пассивный доход и как дальше он меняется. Вот вы становитесь членом клуба компании Dualife. И если вы дальше двигаетесь по карьерной лестнице, если вы рассказали трем людям о этом бизнесе, пригласили их и они вас поддержали, вы становитесь лидером группы, это уже первая ваша такая квалификация, вы получаете 5% пассивного дохода, ну и понятно, вот этот единоразовый бонус. Если вы на этом не останавливаетесь и ваши трое людей поддержали вас так же активно, как и вы и, собственно говоря, поделились и тоже нашли своих активных людей и ваш общий оборот вашей структуры становится 8000 баллов, пунктов, скажем, ну или как хотите их называйте, вы становитесь лидером команды и с этого момента у вас открывается карьерный бонус дальше, который вот добавляется. К этим 5% добавляются 6% уже с карьеры. Приблизительный, вот написан здесь доход, то есть, понятное дело, все зависит индивидуально от вашей ситуации. Приблизительно вашей команде до 20 человек на наше мероприятие в Днепропетровске, ребят мы признавали, и вот, по-моему, Татьяна Дубровина сказала, что у нее на этом уровне было как раз 25 человек, по-моему, если я не ошибаюсь. И, собственно говоря, с следующего уровня у нас включается первый уровень автопрограммы, у нас, вот видите, есть, это уже Land Rover Discovery Sport, это второй уровень автопрограммы, первый у нас еще, может быть, будут новости какие-то у нас тоже чем-то порадуют. На данный момент у нас работает автобонус. При наличии автомобиля вам будут доплачивать финансово, и надеюсь, что у нас заработает первый уровень автопрограммы, и нам будут все-таки выдавать автомобили. Ну и вот вы видите, следующий региональный менеджер, это как раз уровень машины Land Rover Discovery Sport, и у нас уже есть такие владельцы, я вам говорила, это два человека у нас с Украины, которые уже давно ездят на этих автомобилях. Вот так выглядит парковка в Польше, я думаю, что у нас она будет выглядеть не хуже, а то и лучше. Я надеюсь, что один из лидирующих рынков, как сейчас сказал Александр Еремчук, что Украина, Словакия и какой-то еще он назвал рынок, который сейчас показывает очень хорошие обороты. Так, и поехали мы дальше. Вот они, первые автомобили, вот наше мероприятие, которое проходило буквально недавно. На этом, собственно говоря, мероприятие в Киеве выдавались вот эти два замечательных автомобиля. Если кто-то там присутствовал, поставьте, пожалуйста, там десяточки, кто был на этом мероприятии и видел эти замечательные машины с этими бантиками, и каждому из нас хотелось сесть и уехать на нем к себе домой. Кто хотел, пофотографировался. То есть это, в принципе, было доказательством того, что автопрограмма наша работает, что это все не на словах, что компания, то, что говорит, собственно говоря, она это и делает, подтверждает. И я знаю точно, что нас ждут хорошие перемены. Я не в праве выдавать информацию, которую даю для лидеров. Да, вот спасибо, ребята, кто пишет, что тоже присутствовали, видели, да, и поздравляли и Тамару, и Александра с их этими железными красавцами. Ну и, собственно говоря, вот дальше по карьерной лестнице включаются еще такие вещи дополнительные, как путешествия и отдых за счет компании. И об этом хорошо рассказывал Александр Козулин на прошлом вебинаре. И я вот, наверное, по карьерной лестнице у нас есть в путешествии еще одну, как бы, пара, то есть для семьи вы можете там, сначала вы едете один, а потом у вас включается, что вы можете взять с собой второго человека, или пару, или мужа, или жену, или без разницы, своего любимого или любимую. И вот слайд, который последний, я включаю, да, генеральный директор, вот самые последние квалификации. И я знаю, что с февраля или вот сейчас уже меняется маркетинг-план, у нас добавляются еще три квалификации. Это для всех интересно, потому что на данный момент у нас есть один человек, Томаш Забава, который у нас тоже посчастливилось послушать в Киеве, пообщаться с этим человеком лично, узнать его историю. И вы знаете, его история очень интересная, потому что он за 4 года, собственно говоря, прошел эту всю карьерную лестницу, не имея никакого сетевого опыта и совмещая первые два года, Дуалайф вместе со своей основной работой, которую он любил, и он работал менеджером, достаточно хорошую позицию занимал в компании Пепсикола, и вот так вот не спеша, не бил никаких рекордов и всего остального, он дошел, Тима, он дошел до, скажем, генерального директора, и сейчас очень хорошо зарабатывает его чеки с шестью нулями, то есть все у него отлично и замечательно. Еще есть такие моменты, как такой быстрый старт, дополнительные бонусы к основным вашим бонусам вам еще платят за то, насколько быстро вы делаете эти квалификации, и, например, если вы не успели сделать, допустим, лидера команды за 40 дней, то вы можете успеть сделать следующий уровень за 90 дней, и получить вот такой вот один разовый бонус, такое дополнение к вашему бонусу в виде вот таких вот немаленьких, скажу вам, денег. Всего вы можете, вот видите, пробежавшись по этой карьерной лестнице, дополнительно заработать вот такую хорошую интересную сумму. И поехали мы дальше. Здесь говорится о том, что ваши доходы растут, соответственно, с вашей командой, потому что я вот сегодня на личном примере, скажу вам, проводила встречу девушке, которая мне задала вопрос. Она хозяйка салона, но этот салон работает по большей степени как обучающий центр. И у них там можно и арендуют место, и арендуют место мастера, и плюс они там проводят школы. Когда мы с ней говорили о Dual Life, она, в принципе, заинтересовалась, было немного у нас времени для общения, она говорит, Вика, мне надо разобраться, мне надо посмотреть, почитать, то есть вмигнуть. Я говорю, конечно. И я ей сказала, что в рознице я не очень заинтересована, и вот тут у нее в глазах возник знак вопроса. Спасибо. Сыночек, это чай. Ну там надо... Тихонечко, сыночек, я сейчас заканчиваю, и все, мы будем с тобой играть. Хорошо? Все, садись. И она мне говорит, у нее такой вопрос в глазах, спрашивает у меня, а почему ты не откроешь магазин, склад, почему ты не запустишь эту систему там, как бы продажи, у нас же такого в Днепропетровске еще нет. Я говорю, а какой смысл мне это делать, если мой оборот, например, моей команды уже достаточно большой, а при этом, говорю, лично я потребляю только, покупая продукты себе домой в личное пользование. И, Симочка, пожалуйста, сыночек, я тебя попросила. Хорошо, Зайка? Хорошо. Спасибо. И я, ну то есть я понимаю, что человек мыслит классически, то есть он предприниматель, он привык вкладывать, продавать, и иметь с этого прибыль, да, то тут мы немножко, как бы, нам потребуется больше времени для того, чтобы я ей объяснила, в чем суть этого бизнеса, потому что она готова в этом разбираться, ну и дай бог у нас все, собственно, вряд ли получится. Поэтому тоже давайте людям время, давайте людям правильную информацию для того, чтобы они в этом разбирались. Одно из высказываний Эйнштейна, что самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат. Зачастую у нас очень много людей так, собственно говоря, и поступает. Вот это то, о чем я говорила в самом начале, это наши тренера, наши коучи, люди, которые профессиональный опыт имеют обучения, тренингов, и у них достаточно дорого стоит тренинг. Насколько я знаю, когда мы были вот в Польше, и я уже неоднократно этих людей слышала, они проводят, у них обучение стоит около 1000 евро, по-моему, около трех дней. К ним приходит очень большое количество людей на эти тренинги, а с компанией Dual Life они сотрудничают, и для членов клуба компании Dual Life есть определенные свои расценки на эти тренинги. Каждые 4 месяца в Польше проходит мероприятие, такое, как называется, LDS – Leader Development Seminar, на котором эти тренера нас обучают личностно. То есть там не говорят ни о продукте, могут рассказать, конечно, о каких-то новинках, или как на одном из мероприятий был очень интересный человек-психолог, как его правильно назвать, о, скажем, по сексуальной жизни пар, который давал очень интересные, дельные советы, вообще было интересное выступление. И там не говорят ни о продукции, ни о том, что такое софт-маркетинг, не говорят о цифрах. Там идет такой штурм обучения, нам дают задания. Ну, то есть там, на самом деле, очень интересно побывать, и вот потом можно будет уже услышать от вас ваши впечатления, насколько вам это все понравилось. И я вам советую, если у вас есть желание, вы легкий на подъем, то в марте месяце, по-моему, 23-го, 24-го, 25-го будет в Польше проходить такой LDS, на который у нас едет уже команда. Если кто-то из вас есть здесь желающий, которые уже запланировали себе эту пометку, поставьте мне, пожалуйста, плюсик, что вы уже запланировали, потому что мы с Сергеем 100% туда едем, мы там будем, потому что у нас так получилось, что мы были сначала на LDS вдвоем, и на следующий LDS через 3 месяца мы приехали, уже нас было 14 человек. Из них 2 человека это были из Польши, а все остальные это приехали из Днепра, ребята. То есть мы ехали, очень интересно у нас была поездка. Да, Тамара тоже вот как раз присутствовала на последнем LDS, и я знаю, что она тоже приехала под впечатлением, она была очень довольна, я слышала, и помню, мы делились опытами после этой поездки, это было очень круто. Да, я знаю, что здесь еще есть люди, которые тоже запланировали себе поездку. Ребята, это правда стоит внимания, иногда туда люди просто становятся членами клуба, чтобы со скидкой иметь возможность обучаться у этой тройки интересных людей. У них есть диски, записи, и уже некоторые диски даже мы имеем здесь, и уже слушали, и Беату Копцевич слушали, и Кшиштофа Хиллера, очень интересные такие диски, обучающие уже переведены на русский язык. И, по сути, что мы, собственно говоря, скажем, имеем на данный момент, сейчас я тоже включу один из слайдов, вот таких вот, наверное, последних, сейчас, одну секунду, вот так, да. Что мы имеем? Да, это ваша Академия личного развития. Да, я очень многих туда зову, на Польшу, потому что люди, ну, как бы люди там включаются, я же говорю, что они, вот с нами в Польшу, поделюсь так своим тоже опытом, с нами в Польшу ездило несколько человек, которые не были членами клуба компании «Дуалайф», они не были никак связаны с этим, они даже продукт толком не знали, ничего не знали. И вот после того, как они вернулись с этого мероприятия, при том, что одна из девушек, она психолог, практикующий с подростками, скажем, сложными подростками, которые имеют такие пристрастия, наркоманию и так далее, алкоголь, вот она была в восторге от этого мероприятия, учитывая то, что она сама, как бы, да, тренер и психолог, то есть для нее это было очень интересное мероприятие, и вот я надеюсь, что или уже, или на днях она станет полноправным партнером компании «Дуалайф». И продукт она нашу уже заказала и пьет, то есть это тоже может нас порадовать. Смотрите, что мы имеем сейчас. Точно могу сказать, за Днепр, что у нас проводились до Нового года открытые презентации, я думаю, что мы их продолжим уже в феврале, после того, как вернемся с киевского мероприятия, третьего, четвертого. У нас есть онлайн-презентации, как сегодня, каждый вторник, 19.00. Конференции «Живи осознанно», это сейчас компания берет все под свое крыло, и сейчас она этим всем как раз и занимается, чтобы у нас на Украине это было, ну, более организовано. BDS мероприятие, друзья, я вас всех приглашаю 3-го, 4-го числа на Киев, это будет в гостинице «Хрещатик» проходить мероприятие, которое организовывает компания сама, где приезжает один из тренеров к нам, приедет Иоанн Агданец, по-моему, приезжает к нам, где приезжает один из директоров компании «Норберт», где будет в любом случае выступление от кого-то из знающих людей о наших продуктах по здоровью, это будет два полноценных насыщенных дня, где будет говориться и о софт-маркетинге, и о продукте, и о возможностях. И у вас только на таком мероприятии может сложиться полная картинка этой компании. И, собственно говоря, когда мы с Сергеем принимали решение, первое, что мы сделали, Сережа отправил, вот буквально сегодня нам сказали о том, что в субботу, то есть сегодня пятница, нам говорят, Александр Иванович нас тогда пригласил на мероприятие, говорит, завтра у нас в Киеве проходит мероприятие, приезжайте. И так как у Сергея суббота, это один из его рабочих, скажем, чаще всего дней, в 9 часов вечера я покупаю себе билет на поезд, в пол второго у меня был выезд из Днепропетровска, и в 10.15 я уже была в Киеве на вокзале и мчала на это мероприятие, собственно говоря, там я и познакомилась уже с Тамарой, с Александром Ивановичем, и со всеми остальными уже и лидерами, и партнерами компании Dual Life. И только после этого мероприятия я вернулась домой к Сергею, и Сережа меня спрашивает, ну что там, Вица? Я говорю, ты знаешь, ничего страшного я не услышала, я увидела, что здесь есть система, тогда выступал Александр Козулин, тогда выступал Дитмар, наши всеми любимые ребята, которые нам приезжали уже неоднократно, помогали, и, собственно говоря, они будут тоже в Киеве на нашем мероприятии BDS, и я вам всем советую их послушать, потому что Александр Козулин очень быстро, просто, мне кажется, он бежит по нашей карьерной лестнице, он бьет рекорды, он забирает все сливки, все призы, и все вот эти дополнительные бонусы, которые я вам сегодня показывала, то есть у нас есть, скажем, хороший пример, и у нас есть чему поучиться, да, у таких людей, как Александр Козулин, как Еремчук Александр, как Тамара, которые задают темпы, которые показывают, как это, то есть они делятся с нами, как они это делают, и это на самом деле очень важно, потому что зачастую в классическом бизнесе вам директор не расскажет, как сделать так, чтобы вы стали директором, потому что каждый дорожит своим рабочим местом, и я помню даже на своем личном примере, когда я работала в компании TESTUR, и у меня было желание обучаться, развиваться, я не любила сидеть на одном месте, Тимош, можно я сейчас закончу, и мы с тобой поговорим, хорошо? Хорошо, я буду тише. И когда я хотела какого-то разбития, я вообще не люблю сидеть на одном месте, мне все время надо куда-то бежать, я пошла на один из семинаров, попросилась, и вы знаете, я видела, как на меня смотрели в офисе мои коллеги, когда меня с удовольствием директор нашей TESTUR отпустил на семинар, то есть он видел во мне рвение, что я чего-то хочу, я не просто не хочу просто так сидеть в этом офисе, и чтобы все пробегало мимо меня. То есть, понятное дело, что никто не заинтересован, то в данном случае в сетевом бизнесе или вот в нашей компании, в софт-маркетинге, поверьте, тот человек, который вас пригласил в этот бизнес, поверьте, он финансово заинтересован в вашем успехе, и он сделает все для того, чтобы вы были успешны. Ваша задача только open your mind, как говорится, откройте свои уши, откройте свое сознание, внимайте всю эту информацию, слушайте то, что вам говорят люди, которые делятся с вами опытом, и они не просто теоретики, а они практики своего дела, только повторяя эти вещи, вы сможете достигнуть таких же результатов. Ну и, собственно говоря, сами действия нужны. Понятное дело, что за вас никто бизнес не построит, и здесь, поверьте, тоже надо пахать, здесь никто вам на блюдечке с красивой каемочкой не принесет все. Здесь надо, извините, поднимать свой зад и что-то делать, и куда-то бежать, иначе вы, собственно говоря, ничего не добьетесь, и не важно где, чем вы занимаетесь. И вот последнее мероприятие, которое вы видите на картинке, это ЛДС, о котором я говорила, это мероприятие в Польше, при том там есть очень интересно в каждом дне. Первый день, второй день, есть еще такие вещи после обучения, которые очень круто работают. Не буду открывать вам всех. Если ребята, которые здесь, вот я знаю, здесь есть ребята, которые знают, что такое фри-дэнс, и знают, с какими эмоциями люди после него выходят, то есть это вот, смотрите, было обучение, после этого обучения закрывался зал, и нам говорили, что приходите, у нас будет такой фри-дэнс, возьмите для себя там удобную какую-то одежду, и когда мы ехали с партнерами, нас было 12 человек, мы ехали в одном вагоне до Львова, и потом машины пересаживались, и ехали уже в сам этот город Чистахово, и меня все партнеры мои писали, Вика, ну так что, расскажи, что такое фри-дэнс? Я говорю, нет, ребята, ничего не расскажу, вам только надо самим это все прочувствовать, побывать там, и только тогда вы уже поделитесь со мной своими эмоциями. И вот, да, кстати, Наташа пишет, я до сих пор так и не знаю, что это, но она, а, Натали, ты же тогда с малым сидела, это точно, когда попал Александр, ее муж, попал на фри-дэнс, что он с тобой, Наташа, так и не поделился своими эмоциями, впечатлениями. Да, она тогда сидела с ребенком, потому что это тоже, кстати, немаловажный момент. На этом трехдневном событии туда вас приглашают, если вы семья, едете с семьей обучаться, вас приглашают сюда с вашим ребенком. И неважно, какой возраст у него, потому что вот у Наталии осеннен, сколько там, четыре с половиной, по-моему, ему года, и он очень замечательно там со всеми общался, игрался, то есть мы ездили с ребенком, нам всем было интересно, родители заняты были своим делом, все три дня с детьми занимается анимация, они там не просто так бегают, а за ними смотрят, они там все, что-то лепят, что-то смотрят, у них там и шоу химиков было, и разучивают интересные вещи, и поют песни, в общем, было очень круто, поэтому я вам всем рекомендую туда попасть. И в завершение нашего, нашего такого онлайн-вебинара, мы уже ждем весну, да, Наташа, точно, я тоже уже, мы уже готовимся, кстати, к поездке, поэтому присоединяйтесь, у нас уже есть варианты, как мы хотим туда ехать, и вот, собственно говоря, хочу закончить тем, что у компании есть очень большой рост, вот за последние, скажем, год-два вот был прирост такой на 700%, у нас есть новые продукты, которые появились, это серия Пуриф, это средства для ухода для нашего дома, и они делятся по категориям для ванных комнат, для нашей кухни, общее такое, скажем, универсальное средство, и средство для ковров, и есть еще такие новинки, здесь, наверное, нет этого слайда, есть такие новинки, которые у нас вот-вот-вот появятся, я сегодня буквально заходила на Facebook в группу, официальную группу компании Dualife, где на польском языке, Петр, по-моему, Готовицкий, или кто-то, не помню, написал о том, что чуть-чуть терпения, и они у нас появятся, у нас будет такая вещь, как масло, то есть у нас будет омега-3, и там, и витамин D, это все, блин, в комплексе, это очень крутой будет продукт, там около 12 масел в этом продукте будет содержаться, то есть они не делали банальную омегу-3, а сделали что-то инновационное, они в любом случае на два шага вперед идут, опережают всех, у нас появится продукт, который будет рассчитан для детей, для их иммунитета, и тот, который будет помогать справиться с кашлем, и это очень важно, потому что, говорю, Петр Кардаш, о неполезности сиропов, которые мы иногда покупаем нашим деткам от кашля, сейчас, одну секунду, извините, и еще продукт появится, который для зрения, и это тоже в Польше они проводили там свою статистику, очень много людей ходят в очках, очень многих людей за счет того, что наша жизнь теперь в смартфонах, ноутбуках, и мы очень много проводим времени и портим, собственно говоря, тем самым свое зрение, то есть будет такой продукт, который будет этому помогать и способствовать улучшению нашего зрения. Ну и что мы, собственно говоря, можем иметь? Дуалайп это возможность иметь такое членство в клубе, что вы можете пользоваться этим продуктом со скидкой, никому ничем не быть обязанным, пользоваться когда хотите и сколько хотите покупать, вы имеете такую, скажем, бизнес-возможность зарабатывать деньги, хотите просто с розницы, а хотите, можете строить такую, скажем, потребительскую сеть. Мне еще нравится этот продукт тем, что он рассчитан на месяц употребления, и тем самым это говорит о том, что есть постоянная потребляемость этого продукта. Мне нравится, что этот продукт очень быстродейственный и он вправду дает результаты. Если вы мне не верите, а лучше не верьте, а проверьте, попробуйте, поделитесь своими, своим опытом и своими отзывами. И, как показывает практика, если, ну, товары по здоровью, то самый, наверное, большой будет фидбэк и товарооборот, потому что зачастую, любая косметика, любые крема, это чаще всего импульсивная покупка, да, сегодня вы купили одно, а завтра вам понравился другой аромат, и вы пошли купили другой аромат, то если касательно вашего здоровья вы себе помогли, почувствовали изменения, чувствуете себя лучше, то, поверьте, вас уже никто не остановит, вы будете всегда пользоваться этим продуктом и с удовольствием рекомендовать его своим знакомым, друзьям и всем, кому вы желаете счастья и здоровья. Плюс вы увидели, что есть замечательная возможность получить автомобиль от компании, и у нас автопрограмма работает, не верьте, проверьте, приезжайте на мероприятие в Киев, увидите все своими глазами, ну и путешествуйте, то есть, в принципе, все, что вы хотели, и все, что вы видели на первом слайде, вы, собственно говоря, можете это реализовать здесь, с компанией в Киеве. Да, ребята, скажу, что может быть не у всех это получится, но, по крайней мере, сейчас сделаю, все, сыночек, я уже заканчиваю, выдержал. Вы можете это все иметь, понятное дело, что у кого-то это получится, у кого-то нет, но, по крайней мере, не упустите этот шанс, воспользуйтесь им. Знаете, как я всегда говорю на встрече, отказаться ты всегда успеешь, отказаться, это самое простое, что ты можешь сделать, а ты разберись, попробуй, вникни, и если это тебе не пойдет, ну, ты абсолютно ничем не рискуешь, никаких капиталовложений вы здесь не увидели, никаких рисков у вас здесь нет, вы рискуете только быть здоровым, счастливым и успешным человеком. Поэтому, друзья, спасибо большое вам за внимание, за то, что присутствовали сегодня на вебинаре, я вам желаю всего самого хорошего, желаю успехов, я хочу вас всех пригласить и увидеть на мероприятии в Киеве 3-4 февраля, обратитесь за билетами, которые разлетаются к тем людям, которые вас сюда пригласили, я вам желаю, да, все, Тимофей, можем попрощаться, ты у меня молодец, иди скажи всем пока, пока, у нас есть проблема с буквой К, поэтому мы всем говорим пока, все, пока, пока, спасибо вам, спасибо, пока, 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 пока,